Всем доброго дня! Сегодня я хотел бы предложить для нашего рассуждения послание к Титу, 1 глава, 4 и 5 стих. Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвятеров, как я тебе приказывал. Мы не так часто обращаемся к посланию к Титу, потому что оно достаточно специфичное, его еще называют пастырским. Оно, может быть, не содержит в себе таких основополагающих всеобщих доктрин христианства, как послание к римлянам или к риханам, например. Оно такое личное, может быть, даже деловое, иногда даже может показаться нам жесткое послание. Например, вот 5 стих. Для того я оставил тебя в Крите, так вот, знаете, без обиняков Павел сразу переходит к таким служебным, можно так сказать, директивам, вопросам. То есть есть часть в этом начале Павлова письма, такая официальная, которая, ну скажем, присуща или кочует из одного послания в другое. В 4 стихе. Благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. То есть это выражение, высказывание, приветствие, оно где-то в том или ином виде присутствует во всех Павловых посланиях. И сразу же после этого такого официального приветствия, да, характерного Павлова, он сразу переходит к делу. Без обиняков, без расшаркиваний таких, да, без подготовительных располагающих к себе фраз, он сразу переходит к разбору, так скажем, служебной информации, к планерке, да, как это бывает на производстве или на предприятии между коллегами, да, когда они собираются, и они без долгих вступительных слов сразу же начинают деловую, так скажем, часть своего общения. И здесь Павел достаточно жестко в таком директивном виде, в такой форме приказа напоминает своему коллеге, своему, скажем так, подчиненному, для чего вообще я тебя оставил на этом острове. То есть, не забывай, зачем ты там вообще сидишь, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвятеров, как я тебе приказывал. То есть, это как приказ по предприятию, знаете, распоряжение такое руководителя своему подчиненному. Поэтому, может быть, мы не так часто смотрим в это послание, может быть, оно нам неинтересно с точки зрения вот этих, ну, основополагающих и вдохновляющих доктрин христианства. Может быть, мы не очень-то любим слушать жесткие приказы, да, директивы, указания. Нам больше по душе что-то такое мягкое, вдохновляющее нас, ободряющее. Приказы никто не хочет слушать, а тем более выполнять. Вот. Но сегодня я хотел бы поговорить о таком интересном, на мой взгляд, моменте, как евангелизационная стратегия Павла. Евангелизационная стратегия Павла. Вы скажете, ну, какая же может быть стратегия евангелизационная? Есть великое поручение. Идите, научите все народы, учая их соблюдать все, что я повелел вам. То есть, все просто. Идите и говорите людям о Христе. Да, с одной стороны так. Но когда Христос провозгласил свое великое поручение, вот этот, можно сказать, так, лозунг, да, такой всеобщий, он конкретику не сильно обозначил. Да, учая их соблюдать, да, крестя их, но он не сильно обозначил конкретику, а каким образом, да, или каким методом вам нужно исполнять это великое поручение. Очевидно, что этот вопрос отдан на откуп апостольскому учению, как я всегда говорил, что если что-то Иисус Христос сказал, то как это исполнить, как это воплотить в жизнь, как это реализовать, нам нужно смотреть у апостолов, что мы сегодня и сделаем. Очевидно, что апостол Павел, он был многоплановым служителем. Это прямо видно, когда ты смотришь на его деятельность, когда ты смотришь на его послание. Он не был человеком, который, скажем, был сосредоточен только на чем-то одном. Это был служитель, который мог одновременно несколько направлений выдерживать и по нескольким, скажем так, курсам следовать. Например, в послании к Тимофею Павел пишет, «Бог поставил меня проповедником и апостолом и учителем язычников». То есть мы видим как минимум три проповеднические функции, которые здесь он обозначает. Проповедник — это евангелист, благовестник, который возвещает людям благую весть, но на этом не все. Дальше апостолом и учителем язычников. И у Павла была определенная стратегия, у Павла были, так скажем, определенные акценты в его служении, в его евангелиционном, так скажем, подходе к исполнению великого поручения. И вот здесь, в пятом стихе, я могу четко проследить эту стратегию. Пока по всем городам не возникали зрелые, опытные старшие, Павел считал дело недоконченным. Это очевидно из того, как он говорит Титу. «Чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». То есть для Павла было принципиально, чтобы в каждом месте, которое он посетил, возникал как минимум один зрелый, опытный старший пресвитер. Как минимум один. Потому что данную фразу по всем городам пресвитеров можно понимать двояко. Можно это понимать как с точки зрения, когда в каждом городе есть один пресвитер, так и с точки зрения, когда в каждом городе есть по нескольку пресвитеров. Как мы видим, например, в городе Антиохия. В 13 главе, с первого стиха, там повествуется о том, что сразу несколько пресвитеров, а именно пять человек, там занимались совместным служением, была такая команда пресвитеров. То есть для Павла было принципиально, чтобы каждый город, который посетила его апостольская команда, был удостоен, так скажем, милости, чтобы там были пресвитеры, возникли, да, в каждом из этих пройденных им населенных пунктов. Он считал недоконченным, он считал дело незавершенным, и успокаиваться рано, и нельзя вообще, если в городе, который мы посетили, как и вангризационная команда, не появились пресвитеры. А вот когда они появились, ну, частично, наверное, можно считать дело законченным. Опять же, частично, потому что там дальше начинается новый этап домостроительства. Я хотел бы здесь несколько слов прокомментировать. Во-первых, по всем городам. Очевидно, что города античности и современные города – это не совсем одно и то же. То есть для людей античности населенный пункт размером, скажем, 10 тысяч человек – это вполне себе такой средний, достаточно крепкий город. Для нас населенный пункт 10 тысяч человек – это в лучшем случае мелкий, город, то есть микрогородок. А вообще это поселок, да, для нас с вами. То есть мы видим небольшую, так скажем, разницу в оценке того, что такое город. Так вот, исходя из того, что мы здесь видим, для Павла было принципиально, чтобы в каждом, даже небольшом населенном пункте, даже небольшом, был пресвитер. Как минимум один, а лучше больше. Имеется в виду какие-то ключевые населенные пункты. Я так думаю. По всем городам вот эта фраза подразумевает, что Павел имел в виду какие-то ключевые населенные пункты. То есть вот на острове Крит там было много разных селений. Мы можем вспомнить из книги Деяний, значит, по-моему, «Хорошие пристани», как-то так назывался населенный пункт. Потом Лосея какая-то вот тоже упоминается. Может быть, там были, значит, и крупные города. Ну, я сомневаюсь в этом. Все-таки Крит – остров. И живя на острове, я могу сказать следующее, что здесь размеры населенных пунктов, они меньше, чем на материке. И средний город, например, здесь на Сахалине у нас, это 30 тысяч человек населения. Такой город в материковой части России считается, ну, маленьким. Здесь это считается достаточно средним городом. То есть, комментируя фразу Павла «по всем городам», я хотел бы сказать, что имеется в виду не размер, а ключевое значение населенных пунктов. Для Павла было принципиальным, чтобы в ключевых населенных пунктах, которые определяют, скажем так, политику, экономику, региона, местности. Были пресвитеры. Он считал, что успокаиваться рано, успокаиваться нельзя, до тех пор, пока такие пресвитеры там не появятся. Конечно, мы можем списать все это на вот эту феноменальную способность или благодать, которая была в служении Павла, на его даровитость, да, и сказать, ну, Павлу было легко так говорить, потому что он был одаренным, потому что он имел способность в течение нескольких месяцев, я вот исследовал книгу Деяний, в течение буквально нескольких месяцев с нуля, когда в той или иной местности абсолютно нет никаких верующих, поднять небольшую общину с пресвитером во главе. Да, мы можем, конечно, списать это на даровитость Павла, но разве вот эта даровитость Павла, конкретно его, да, специфичная, она отменяет стратегию евангелизационную? Не отменяет. До тех пор, пока мы в ключевых населенных пунктах нашей местности, где мы живем, не увидим пресвитеров, нам нельзя успокаиваться. Нам нужно продолжать молиться, обращать на это внимание и ратовать об этом, держать это в поле своего зрения духовного, да, прося Господа, чтобы он выслал делателей на жатву свою, потому что делателей мало. Катастрофический кадровый голод – это факт, это то, что видим даже мы, скажем так, не большого ранга верующие, простые верующие по местам, мы понимаем, что в церкви современной, не только у нас здесь на острове, а вообще в России и в мире, наверное, ну в России мы говорим сейчас о России, катастрофический кадровый голод. Делателей мало, реально мало. Когда смотришь на ключевые населенные пункты нашей местности, например, здесь на юге острова, ну ты понимаешь, что нет этих пресвитеров, их просто нет. А раз их нет, значит, мы должны считать это недоконченным, и нам нельзя успокаиваться. Если мы принимаем участие в великом поручении Иисуса Христа, то нам нужно как минимум об этом молиться, как минимум на это обращать внимание и как минимум об этом говорить. А лучше, конечно, и двигаться в сторону этих населенных пунктов. Но здесь я хотел бы очень важный момент подчеркнуть. Я не бросаю камушек в огород тех людей, абсолютно не критикую сейчас тех людей, которые приезжают с евангелизации в населенный пункт, раздают литературу, проводят какие-то мероприятия. У нас даже тут на острове, я слышу, такой термин иногда используют. Мы поехали пошуметь. Я слышу от братьев такое словосочетание. Мы съездили и пошумели. Я сейчас абсолютно не критикую, я сейчас не смеюсь над этим и не пытаюсь сказать, что я лучше знаю что-то. Нет. Но мы видим здесь, что пошуметь недостаточно. Нужно, чтобы в этих населенных пунктах возникали пресвитеры. Почему это так принципиально важно? Дело в том, что по опыту, моему личному опыту, я могу сказать, что появление в таких ключевых населенных пунктах людей более-менее зрелых, опытных. Я сейчас не говорю совершенных, нет, не идеальных, но более-менее зрелых, опытных, старших. И по возрасту, может быть, и по сроку, так сказать, нахождения во Христе, в церкви, является неким таким фактором, привлекающим людей. То есть такие люди автоматически становятся центрами притяжения. К ним начинает Господь прилагать спасаемых. Понимаете? То есть появление таких людей принципиально с той точки зрения, что Господь получает возможность привлекать спасаемых к церкви. До того момента, как появятся такие пресвитеры, не к кому прилагать. Понимаете? Господь хочет спасти. Господь хочет приложить людей к вечной жизни. А не к кому. Нет у того стержня, да, или, скажем, не за что зацепиться. Не к чему, так сказать, примагнитить, прилепить. Поэтому это принципиально здесь. Опыт показывает. Мой личный опыт. Я видел, как это происходит. То есть откуда ни возьмись, появляются люди, которые где-то, когда-то слышали слово. Может быть, в других местах. Может быть, на материке где-то не слышали, а сюда на остров приехали, отступили, охладели. А потом ты приходишь к ним с благой вестью, и они откуда ни возьмись появляются. Я недавно прочитал на фейсбуке свидетельство одного моего товарища, благовестника, служителя, миссионера, который в России, в материковой России, имеется в виду, в городе Ижевске, проповедуя, обнаружил, что люди появились, откуда ни возьмись, те, которые раньше где-то чего-то слышали, где-то каким-то боком или одной ногой захаживали в церковь, а потом потухли, потому что не было магнита, к которому можно было бы прилепиться, не было человека, не было вот этого пресвитера, которому Господь мог приложить спасаемых. А тут появляется, когда такой человек, сразу же откуда ни возьмись всплывают вот эти вот отступники, там их можно назвать по-разному таких людей, или людей неутвержденных, которые в свое время не зацепились, не утвердились, а сейчас появилась возможность, повод, появилась зацепка, и такие люди сразу же всплывают, и Господь их привлекает. Вот почему это принципиально. И для Павла, и для Господа, как я верю. Чтобы по всем вот этим ключевым населенным пунктам, как минимум, да, районным центрам, скажем так, были лучшие команды пресвитеров, ну а если не команды, то хотя бы семьи, да, муж с женой, там, служители. И тогда это можно считать уже более-менее законченным. А до тех пор это законченным считать нельзя, ни в коем случае. Сегодня мой призыв очень простой. Давайте будем молиться. Оглянемся вокруг себя и будем молиться за то, чтобы в наших населенных пунктах, окружающих нас, появлялись эти пресвитеры. Чтобы Господь высылал делателей на свою жату. Чтобы Господь дал нам ту благодать, мы ее не достоин, конечно, но чтобы Он нам дал ту благодать, как у апостола Павла. Может, не сделал нас апостолами, но дал нам ту благодать, чтобы мы могли утверждать вот этих людей новообращенных очень быстро и с большим коэффициентом полезного действия. Чтобы люди, приходя ко Христу, быстро возрастали и становились зрелыми. Этого так не хватает. Помимо кадрового голода, о котором я упомянул, нехватки служителей, пресвитеров, нам не хватает просто благодати для того, чтобы людей утвердить. То есть мы приезжаем, мы шумим, мы раздаем брошюрки, мы благовествуем, а утвердить этих людей, обращающихся к нам, к Господу, у нас не хватает благодати. Вот об этом нужно молиться. Дай, Господи, нам такой благодати, как была у апостолов в те времена, и вышли делатели на жатву свою. Дай нам увидеть, как в окружающих нас населенных пунктах появляются пресвитеры. Я, конечно, понимаю, что звучит это фантастически. Я, наверное, как сказочник сейчас говорю вам что-то, что кажется нам с вами нереальным. Но я не вижу другой стратегии, и я не вижу другого пути, который мы могли бы исполнять великое поручение. У нас просто нет другого пути. Иной раз я думаю, что недостаточно моего личного объема, вот когда я думаю обо всем этом, недостаточно моего личного объема памяти. Моих ячеек памяти не хватает, чтобы думать о всех этих населенных пунктах. Да, там и на Сахалине, и в Западной Сибири, откуда я приехал сюда. И не могу не думать об этом. Постоянно ночью просыпаешься, думаешь об этом. Поэтому, может, я делюсь своим личным таким переживанием. Я не хочу создать впечатление, что я такой духовный. Я не духовный, я несовершенный, далеко не совершенный. Но мне хочется видеть этих пресвитеров в этих городах. Мне их просто там хочется видеть. И не одного, а лучше команду, лучше пару, тройку, пятеро, как это было в Антиохии. И порой думаешь, ну, Господи, хочется уже поспать. Да, там ночью проснулся, ворочаешься. Хочется поспать уже, а ты начинаешь вспоминать один поселок, второй городок такой, городок тот, этот. В Сибири, здесь, на Сахалине, про Японию иногда тоже начинаешь думать. То есть, емкости иногда просто вот этой ячеек памяти, думаешь, как бы маловато. То есть, обо всем думается. Вот. Хотел бы призвать нас с вами молиться. Молиться о возникновении, становлении вот этих пресвитеров по всем городам. Имею в виду по всем ключевым населенным пунктам. Потому что, если взять, например, Курилы, то городов там нет вообще, на Южных Курилах. Ну, считается, Курильск городом считается, но это полторы тысячи человек. То есть, ну, какой это город. Но вот эта изолированность Южных Курил, она обуславливает такую специфику. То есть, там нет крупных городов. Но, тем не менее, там есть ключевые населенные пункты. И звучит фантастически, но там могут появиться эти пресвитеры. Могут и должны. И не только на Курилах. На территории Западной Сибири полно таких населенных пунктов, изолированных. Например, поселок Саранпауль на северо-западе, Хмау. Но, там, и можно назвать их еще очень и очень много. Поэтому призываю нас с вами открыть свое сердце, расширить свое сердце для такой молитвы. Расширить этот объем оперативной памяти, о котором я сегодня так упомянул. И молиться об этом. Потому что эта евангелиционная стратегия апостола Павла, она остается актуальной и необходимой в наше сегодняшнее время. Поэтому, да благословит нас Господь в этом. До новых встреч, до новых видео с Господом.